Всем привет! Я даже не сомневалась, что мой график вернётся опять в нормальное русло. Я опять непонятно как спала. Легла спать, можно сказать, в 15 утра. Ещё даже не хотела выключать сериал. Но последние три серии осталось. Прямо как-то хочется уже досмотреть и всё. Вчера кружевник перебрала. В общем, те, которые были уже такие белёсенькие внутри, они прям ощущения как забродившие. Вот, выбрала такие самые упругие. Вот сейчас надо будет это всё проварить с апельсинами. Выставила банки. Но так как не было воды, я их не перемыла ещё. Воду потом дали, но она некой струечкой намучилась этими котлетами, пока пожарила. Короче, дурдом. Ещё вот свёкор заехал. Привёз немножко огурчиков. Сказала, закатывай. Скажу, я никогда не закатывала огурчиков. Вела один кабачёв, сказала, мне больше не надо. Мы тогда так наелись этих кабачков, просто ужас какой-то. Но этого хватит как раз перекусить, если вдруг что. Вот. Ну, в общем, не слишком много огурцов, но я не знаю, как это закрывать. В прошлом году бабушка консервировала, а в этом году будет мчение. Не знаю. Говорю, сейчас взрываются. Всего круга... Ну, ничего, взрываются все банки. Ну, всё делать. Теперь в блинкома. Надо когда-то начинать. Хотя я так не люблю вот это вот дела. Я больше люблю есть их. Болбовак у меня ещё с мужем война из-за этих огурцов, потому что он любит солёные, а я люблю как маринованные. Немножечко сладковатые. Ну, короче, не знаю, что я буду делать. Короче, видимо, сделаю так, как могу. Так, как знаю. И, походу, у нас ещё нет уксуса. Там что-то вообще на донышке осталось. Короче, надо купить, заехать ещё вдобавок. Сегодня, я не знаю, буду я консервировать или нет. Ну, вот весь кружевник у меня. 1,4 кг. По рецепту на 1 кг кружевника, 1 кг сахара и 1 апельсин. Ну, я сделаю 2 апельсина и 1,5 кг сахара, походу. Сейчас надо это всё пропустить через мясорубку и поставить, проваривать. Баночки вот подоставала. Надо будет всё перемыть и потом простерилизовать. Стерилизую я в микроволновке. Наливаю водичку туда и ставлю. Ну, литровую банку оставала на минуту 2-3. Но это, наверное, поменьше. Не знаю, короче, потом разберусь уже по ходу дела. Да, я ещё плохая жена. Я ничего первого не готовила, поэтому у нас опять не пикнуло. Который день уже. Не знаю. Вообще, лень варить первое. Я летом не очень сильно люблю. Поэтому как-то вот перебиваюсь. Мне уже надо жиденькое с утра. А мне всё равно. Я могу чаю попить и буду довольная. Съездили мы к друзьям за полисом. Зашли в магазин. И зашла я в пекарню. Как мне и обещали. Подарок типа на 200 рублей. А у них с полдевятого скидки получается. Ну, я, конечно, это знала. Поэтому поехала поближе туда, чтобы было подешевле. Вот. И ещё в итоге пакетик вкусностей. Сейчас я вам покажу. Ну, так как я очень хорошая жена, я купила лапшу. Естественно. Купили первый раз в жизни молочный коктейль шоколадный от Барянского молочного комбината. Не знаю, конечно, как оно и что оно. Сливки у них хорошие. Молоко я у них не пила. Ну, сейчас попробую ещё этот молочный коктейль. Взяла огромную морковь. Другой не было. Ну, если варить суп, надо хоть какую-нибудь морковь. Уксус. Надо будет сейчас позвонить бабушке, узнать точно рецепт огурцов. Потому что я не сильно в этом. Вот. И муж купил себе кефир. А он что-то лоханулся, что ли? Он хотел себе полтора процента, взял 3,2. Наверное, он этого не знает, поэтому сейчас я его обрадую ещё в добавок. А потом покажу, что купили в пекарне. Я доплатила только 11 рублей. Итак, хлебница. Первым делом я взяла хлебушек. Мне вот хлебушек очень нравится, когда у нас была рядышком пекарня возле работы. Я сюда брала вот этот вот зеренький хлебушек. Он очень вкусный. Два кексика шоколадных. Не знаю, не пробовала. Два творожных кекса. Покупали, пробовали. Вкусные. Вот. Маленький жульен с курицей. Ну, сторонненькая. Я как-то не сильно хочу. Солонненького. Это, можно сказать, для мужа. И две корзинки. Одну с ягодами. Одну просто. Это сметанник. А не корзинка. Просто они вот такой вот сейчас начали делать форму. Интересно. Это раньше было более плоское, вот как у жульена. И начинка была такая тоненькая, тоненькая распределенная. Они были такие побольше. А сейчас они начали делать их повыше, поменьше. И получается начинки больше. Вот. Вот это вот вышло. Ой, со скидкой на 211 рублей. Без скидки это вообще что-то больше 300 рублей. Ну, попробуем. Спасибо. Время уже 22.22. Думаю, позвонить бабушке, узнать рецепт. Сегодня, наверное, уже не буду делать огурцы. Ну, а завтра в любом случае придется. И цызанда будет пересадить. А то свекор будет расстроен. Вот. Ну, маленькие эти, от томатной пасты. Сколько там миллилитров? Ты не такие закручиваешь, да? Ну, закручиваешь все, да. Не машинкой. Я не умею. А что там поставила и катай до упора и назад. Надо будет банки завтра понаходить. Уже ничего не хочу. А там еще огурцы есть? Ну, сколько у меня, не знаю, может, килограмма 3 от силы. Четыре. Четыре. Максимум. Вот. Ну. У нас объединен 2ТБ25. Как взлетят, так взлетят. Ничего не сделаешь. А ты не говоришь, что взлетят. Пусть стоят. Ну, ты-то докатала, аж тоже одна банка улетела. Забродила. Ну. Что не сделаешь, так бывает. А ты думаешь, мы банками тоже выкидывали. Срывала. А что же делать? Ну, что. Докатала вот я баночки. Поговорила с бабушкой. Обо всем и не о чем. Раз в пятилетку. По видеосвязи разговариваю. Так в основном. Просто по вайберу без видеосвязи. А это она что-то нечаянно камеру включила. Ну, уже и все. Понеслось. Вот. В общем, я доделала все дела. Надо сейчас помыть печку. Все липкое. Ужас просто. И надо будет еще, не знаю что, приготовить. Вообще никаких идей нет. Опять рис. Не знаю. Посмотрим. Спасибо, что смотрели. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.